привет с вами крипто мастер я хотел бы сегодня очень много тем затронуть они очень мощные интересные и дадут что-то нам прояснить насчет проекта пиксель вёрс вообще пиксель tab что с ними дальше будет как это будет происходить и что дальше кому интересно обязательно заваривайте чаек ставьте на полную катушку соответственно видосик смотрите до конца потому что очень много полезной информации будет и конечно по традиции обязательно те кто только увидел что-то подобное в плане моих видосиков смотрите и другие видосики подписывайтесь на youtube канал я выпускаю очень много разных интересных выпусков одни из них это топовые манил кита полки другие о том как подключать кошельки как выводить денежки и свои истории я туда тоже скидываю и обязательно в телеграм-канал потому что там я тоже самое делаю и шифры и прокачки и самые главные игры манил кита полки соответственно я делаю конечно в описании все игры кликеры там и мощные вообще впереди идут ну и соответственно закрепить там тоже они есть очень их много поэтому сами выбирайте которые нужны ну опять же я рейтинги и видосики про топовые уже снимал с галочкой снимал какие больше дропа листинги скоро тоже снимал поэтому можете смотреть можете на них равняться и соответственно уже принимать решение свое правильно не тот кто тебе навязал вода а лично свое вот это очень важно ну что погнали насчет проекта хотел бы я обсудить первую тему это комменты очень многие люди пишут насчет пиксельверса и соответственно огромная армия тех кто недоволен это раз да мы их тоже обсудим сегодня и армия небольшая я бы сказал да но и не совсем уж маленькая в единичном до раскладе конечно если люди которые защищают проект и говорят о том что все-таки он что-то даст давайте начнем с того конечно я скажу я озвучу опять же да я надеюсь этот человек слышит смотрит мои ролики и я очень доволен именно такими комментами потому что они олицетворяют вообще всю кухню в которую мы с вами ребят ввязались да это игры таполки это все что связано с криптой и вот он написал коротко и ясно он написал если ты начал заниматься криптой ты должен был быть готов ко всему это очень серьезно и очень фундаментальная фраза которая наверное олицетворяет все степени риска когда ты вообще что-то связываешь себя и скриптой неважно пусть это будет биржа вклад спот фьючерсы покупка продажа long shorts торги я не знаю что вот что там вообще все названия что есть где ты мог бы вложить денежку и соответственно ее потерять или наоборот приумножить ты во всем во всем закладывается риск это однозначно сто процентов вот поэтому я думаю то что когда ты что-то начинаешь связано с криптой нужно немножко ожидания свои понизить и сильно очень уж как сказать наверное очень сильно не вникать на столькость настолько переживать наверное да об этой всей теме чтобы ты не свихнулся и потом просто из себя не лилось говно на все что только можно в основе это комменты под определенными видосиками таких блогеров как я одну допустим да это так назовем вот конечно некоторые люди пишут подробный разбор им тоже благодар очка да благодар очка насчет чего насчет того насколько они понятно вообще объясняют всю подробно ситуацию тоже с ними соглашусь потому что допустим вот картина да давайте представим есть картина определенная есть пиксель версии есть какая-то грубо говоря игра подобная ноткоину которая обещает дропы раздачу токенов вот не соответственно по сути все они а их штук 10 которые сейчас вопили штук 57 наверное гарантировали нам дроп летом да и штук 710 которые прямо сейчас вот прям говорят что вот мы там листинг у нас будет дроп раздадим и так далее да вот и что самое интересное по сути по сути они могли бы сделать как смотрите давайте картина да они могли бы перенести все эти листинги перенестить все возможные дропы все возможные подсчеты еще на неопределенное время как top swap но почему-то на top swap который 1 июля обещал нам листинг а это автоматически было бы информация сколько я получу дроп автоматически все бы уже в голове посчитали и умножили бы да на цену токена сколько они намайнили и уже была бы картина совершенно другая но они просто взяли и перенесли соответственно листинг на неопределенный срок ну как говорится как неопределенный срок это третий квартал внутри эти квартал уже тоже не не один день идет он идет извините меня три месяца правильно три месяца наши по сути ну как сказать осенний ну август возьмем да это август сентябрь и октябрь да там возьмем это так это но все равно они это будут делать в конце в конце третьего квартала и что самое интересное да давайте заметим этот этот момент этот факт то что по сути на них не было столько хейта да как на пиксельверс ну понятно что пиксельверс они там немножко по-другому поступили да но мы это тоже сейчас обсудим вот но дело в том что чтобы подвести детальный отчет детальный детальную эту перепись детальный подсчет всех вообще позиции например да что такое детальный подсчет каждого игрока которых по сути сейчас на данный момент миллионы до представьте себе да это нужно первое посчитать сколько у человека рефералов 1 сколько баланса 2 доход 3 как он прокачивал уровень вот этот центральный до 4 дальше сколько он животных вот этих купил да там 3510 соответственно 5 насколько он их прокачал 6 сколько он участвовал в боях 7 и представьте все это нужно почитать и каждому игроку по сути ну как образно говоря да они могли бы как сделать перенести на три месяца и начать подсчитывать по сути да вот там петя возьмем его он там где дошел до седьмого уровня мы ему там не весьма benefits 5 далее баланс у него 100 лямов ему тысячи представители до подоконenta я думаю надо 20 для мафмым у тысячи пиксдаев бает там пять у него животных куплено мы ему еще там 500 пиксдаев дали каждое животное прокачено до максимума еще ему сверху пять тысячу пиксдаев далее он даже бортом прокачивал еще там да он там грубо говоря в боях участвовал еще тысячу пиша ефда с дашборда тысячу, и вот Петя у нас получает, соответственно, 10, образно говоря, ну так назовем, да, цифру, 10, 10 тысяч этих PIXFI, которые сейчас там на рынке у нас сейчас, ну, грубо говоря, там, ну, плюс-минус, я не знаю, стоили бы, ну, долларов, ну, сколько там он сейчас цена, можно, кстати, зайти посмотреть, да, я смотрел сегодня вроде 4 цента, что ли она была, если я не ошибаюсь, давайте залетим сюда, PIXFI, USDT, и, соответственно, здесь отмена нажмем, да, около 0.38, это, ну, короче, 4 цента, да, ну, образно говоря, Петя получил бы 500 свои 400, грубо говоря, долларов, да, и Петя был бы рад, и таких петь были бы миллионы, и что это произошло, да, они могли бы перенести листинг и как ноткоин, по сути, все это мы бы подсчитали, и мы такие с ноткоина, о, классно, у нас там за это, за это нам дали, но с другой стороны они включили уровень, и оказывается, что в уровне нужно было прокачивать вообще все, чтобы получить максимальный уровень, нужно было прокачивать все, да, как вы и заметили, да, то, что нужно было там боев много, то, что там рефов много, то, что там и баланс, нужно было покупать там что-то, да, и доход, соответственно, все это учитывалось, бои учитывались, которые нахрен никому никогда не были нужны, хотя, по сути, я слушал как минимум двух-трех опытных блогеров со стажем, там, 5-7 лет, да, они прям реально орали о том, что бои нужно делать, там, доход копить, рефов, понятно, копить, ну, и прокачивать животных, да, соответственно, так, и у меня так получилось, что я, короче, ну, выполнил все это, потому что я, я прям лютовал, я прям реально играл, старался, я думал, ну, раз орут за эту таплку, листинг, дроп, значит, надо в нее втопить, короче, да, и вот, и что касается, да, и эти ребята просто решили на все это нахрен забить, не вести этот подсчет, я думаю, то, что они этот подсчет сделают чуть позже, они решили просто бомбануть награду за тех, вот отзыв, да, вспомним, один чувак написал, тоже грамотный, награду, почему дают за десятый уровень, потому что это живой человек, который реально играл, который реально себя проявил, и дадим ему максималку, это, максималка, это 5-2-210, да, соответственно, которую мы заклеймили и дальше поехали, да, вот, чтобы что убрать, чувак пишет, молодец, слушай, да, чтобы убрать всех там вот этих автоботов, всех, кто там, я не знаю, может быть, там фермы строил из этого Pixelverse, раньше вроде бы можно было майнить, нажимая на экран, если кто помнит, да, ну, вроде так было, я могу ошибаться, ну, вроде так, что касается, появился потом этот клейм, ну, раз в 8 часов мы просто снимаем, и, в принципе, так, не знаю, конечно, есть ли эти автоботы, нету автоботов, и вообще, кто как-то мошеннически фармил это все, покупал 100-200 телефонов и фермы делал, которые там, не знаю, там нажимают, я не знаю, какие-то палки там на экран, короче, вот эта история мне неинтересна, но типа разработчики, они себя уберегли от раздачи большого количества токенов именно таким людям, и, скорее всего, чтобы почистить все это, да, как бы это аргументировано, с одной стороны, да, получается, побрели тех, кто, по сути, хотел с этого сделать бизнес не с одного аккаунта, а с десятки, а то и сотни аккаунтов, да, при этом как-то мошенничал, думал, как-то что-то где-то шевелился, делал, и, соответственно, их побрить, вот, ну, логично, да, в принципе, можно в это поверить, можно это сделать, и самое главное, что я в чем их поддержу, ну, команду, да, то, что я снимал видосик то ли неделю назад, то ли полторы, что я прям очень сильно был недоволен, то, что после ноткоина нету ни одного листинга, что они задолбали, что дропы не раздают, могли бы раздать дроп, могли бы всех мотивнуть, еще больше людей бы пришло, могли бы мотивнуть тех, кто уже участвует, они бы еще больше активничали, да, по сути, ну, это был, это была бы стряска рынку, и тем, и вообще бы и биткоин сам бы вырос, да, на этом фоне, и вообще рынок бы немножко поднялся, нет, все они тупят, все они дроп не раздают, листинги не делают, мы сидим, как олени, ждем, пытаемся в это все играть, пытаемся в это все вникнуть, понять, как это все делается, да, и при этом, ну, Pixelverse единственное, он подумал, наверное, что я буду ждать, охерону-ка я листинг, потому что, с одной стороны, листинг же тоже непростая задача, это же нужно на биржу вывести токен, да, это нужно цену установить, это нужно проверок кучу пройти, это нужно, как минимум, там, не знаю, инвесторов привлечь, ну, короче, куча боди разные пройти, да, чтобы вывести токен, но при этом основной комьюнити, которая выиграла, немного не оценила их шаг с точки зрения того, что раздача токенов по уровню, да, сыграла большую роль в том, что разница людей, которые прокачали до десятого уровня, кто они, а не те, кто знали, или те, кто разработчики, многие говорят, ой, у них много рефералов, ой, у них много балансов, ой, у них то, у них все, и, соответственно, только процентов 5-10, наверное, получат эти деньги, ну, соответственно, получат вот это NFT и, соответственно, и 5000, а остальные, кто у них меньше уровень, да, вообще получат там копейки, там что-то 260, кто-то вообще 690, ну, вообще, короче, мало, по сути, если умножить на курс, это мало, да, согласитесь. Ну вот, и таким порядком, соответственно, да, люди были очень недовольны, потому что их об этом не предупредили, вот, соответственно, они об этом не знали, и таким образом, да, вообще соединилось что-то нереальное. Листинг прошел, вроде радоваться, шампанское открываешь, да, с другой стороны, все твое комьюнити, которое создало возможность работы и возможность существования этого токена, просто категорично против того, кто, конечно, до 10 уровня-то дошел, как я, они-то что, будут недовольными-то, им-то похер, да, а те, кто не сделал 10 уровень, они в основном и недовольны, заметьте, да, вопрос, ну, я просто чисто из комментов выявил то, что недовольных не встречал, кто, по сути, дошел 10 уровня, и эти люди не бросали проект, да, многие пишут, что я не брошу, я буду дальше манить, я буду делать, меня не кинули, я там это все, 3-5, да, ну, и история с этими 2 года выводить, это лично я вот не верю, пусть кто бы там не говорил, мне кажется, чтобы раздавать дробь 2 года, соответственно, это нужно прям, я не знаю, какие планы там строить, я не знаю, что нужно делать, чтобы раздавать реально 2 года, они раздадут раньше, мое мнение, что раньше, я думаю, уверен, что это будет раньше, вот, и, соответственно, даже если это будет, допустим, проект существовать и развиваться, по сути, он дает возможность Тебе дальше майнить, играть, выполнять задания и зарабатывать на этом, да, как минимум, да, по частям, если он будет выдавать, выдавать возможность нам это все продавать, при этом не терять, как это вот 10% получаешь, 90% сгорают, точнее уходят разрабам, если в случае, да, нам постепенно дают возможность выводить, при этом играть, майнить и получать с этого еще при этом прибыль, ну, допустим, каждый месяц я могу там, не знаю, там, ну, тысячу пикс-фаев вывести, пикс-фай там тысячу, тысячу пикс-фаев, умножаем, ну, максимум, да, там цена вырастет, там, грубо говоря, 10 центов, да, по, там, не знаю, несложным подсчетам, допустим, к примеру, не знаю, 100 долларов, да, и ты такой 100 долларов выводишь каждый месяц и каждый или 3 месяца, да, по сути, с какого-то проекта это неплохо, ну, типа нормально, если так оно будет, опять же, да, мы не забегаем вперед, мы просто, просто, ну, представляем возможность такого события, и таким образом, да, мы понимаем, то, что, ну, такое может быть, конечно, ну, здесь, опять же, да, опять же, людей, кто имеет больше терпения, кто больше понимает, что все-таки проект создан был не зря, и что какие-то события там происходят, но все-таки понять можно, и дальше играть, и токен все-таки залистился, да, и сейчас приложуха по факту работает, у многих произошел клейм, они подключили кошелек, сейчас все нормально, все здорово, и, думаю, дальше будет все ясно, а то, что очень много сбрита людей, это большая недоработка, конечно, всем не угодишь, но, соответственно, комментарии на этот видосик тоже полетят гневные, я уверен, потому что, ну, по сути, если ты заходил в Таполку, и ты, по сути, не получил то, что получили многие, у тебя уже появляется обида на все, что в мире происходит, потому что ты не предусмотрел каких-то вариантов развития событий, не прокачал, и у меня этот вопрос, да, мне пишут, многие прям реально на каждой видосик про пиксель пишут, что в таких проектах получат рефералы, я смотрю, пригласить друзей 2000, 2000 пригласить друзей, поняли, да, 2000, а если ты пригласишь Telegram аккаунт премиум, ты получаешь 10 тысяч, поняли, да, 10 тысяч, смотрим на баланс, вот, клейм, 86 тысяч, бат, снимаю, баланс, 1 миллион 81, я за один день могу снять больше, чем рефов я пригласил, ну, типа, в чем прикол этих рефов, даже вот сейчас посмотреть картину, да, они мне ни хрена ничего не дают, единственное, где они сыграли роль, это в прокачке уровня, но там не нужно было 100 или 200 рефов, да, там нужно, там правило стояло, там где-то 3, где-то 5, где-то 10, где-то 15, то ли 20, каждый мог, по сути, если при желании, опять же, да, порвать пятую точку, всем скинуть, многие люди бы просто зашли просто так на отбалды, да, аккаунты, родственников, друзей и так далее, понимая, что многим это нахер не надо, но и ты, получается, ты залез в крипту, тебе нужно быть немножко предусмотрительным, немножко активным, быть таким змеем, который вот просто лазит, где нужно по скалам, да, и добывает добычу, где нужно, куда нужно, любое яйцо орла может сожрать, при этом добиться своей цели, да, грубо говоря, ну, такое сравнение, пусть оно хоть и дикое, но оно такое и есть, как бы, да, потому что я не хотел бы быть в категории людей, хотя бы я ничего бы не говорил, в тех, которые не получил вообще от него ничего, ну, я бы, если бы так произошло, я бы не писал бы под всеми видосами, ой, скам, ой, кинули и так далее, просто мне было бы посрать, я просто бы расстроился и бы сидел такой, а, ну, ладно, козлы вонючие, ну, и ничего не дали, а я не прокачал уровень, но, учитывая то, что так со мной не произошло, я думаю, то, что, по сути, здесь нужно учитывать тот факт, что, ну, хрен-то с ним с уровнем, нужно ждать еще новостей, понимаете, когда сейчас 7 дней пройдет, да, мы смотрим, вот, 6 дней, 16 часов пройдет, мы должны ждать за активности результаты, понимаете, мы должны понимать то, что, в принципе, это может, ну, соответственно, произойти и будет все норм, вот, а самую главную статистику я хотел вам рассказать, я вчера записывал видос и сегодня скинул его, да, видосик 40 минут идет на тему, сколько я играю в таплоке, я зашел в каждую таплоку, и я сейчас не тапаю, я сейчас вниманию там не сижу в каждом проекте, я в каждый проект просто захожу, просто нажимаю там то, что нужно, ежедневный вход, какое-то задание, в топовых я ввожу шифры, коды, чтобы получить больше, потому что скоро листинги, ну, это поняли, да, какие там типа хамстера, тапсвапа, там, не знаю, блума, может, да, вот, все остальное, я просто быстренько захожу и так далее, у меня уже накопилось таких 100 штук, грубо говоря, если уж край, вот, прям край я трачу в день, я вчера, да, записывал видосик, я вечером, грубо говоря, там, 40 минут уделил этому делу, и, допустим, взять эти же самые 40 минут, 50 минут, там, днем или утром, да, я, допустим, трачу, возьмем, сколько, полтора часа, полтора часа, это у нас сколько, 90 минут, у меня 100 таплок, получается, в среднем на одну таплоку, пусть она не важна, топовая, не топовая, классная, не классная, не важно, да, я трачу одну минуту, по факту, да, я понимаю, что в Пикселе были бои, я еще участвовал в боях, да, я там что-то делал, там, ну, возьмем, не знаю, там, 5 минут, там, 3 минуты, может, ну, 5 минут, это много, я там, 2-3 боя проведу быстренько, да, и свалю, потому что уж долго бесило меня это, и все, и, по сути, если я 2-3 минуты трачу, да, если я заходил в проект каждый день, тратил 2-3 минуты, так что мне орать о том, что, типа, ну, что меня тут, типа, кинули, но это чисто с финансовой точки зрения, никак не укладывается в голове, единственное, что все орут о надеждах, которых они ждали, я вообще во все таполки захожу, у меня нет вообще ни одной надежды, ни на одну таполку, не, у меня, конечно, есть мечты, планы, я там, ой, я там на Паршен, еду там по Москве, по Судовому кольцу, ночью, как классно, вау, я там заработал на таполках и так далее, ну, соответственно, это все мечты, и, как бы, реальность пока показывает то, что пиксель нихера не дал, дал ноткоин там 500 долларов, ну, и, в принципе, все, как бы, да, я сижу дальше, дальше пытаюсь развивать эту всю тему и жду, чтобы меня немножко подбодрило еще несколько листингов, я еще больше поверил в это все, да, но, с другой стороны, я человек простой, ну, типа, я надежды великих не строю, я захожу, играю, майню, ну, и, типа, все, я больше, я, мне люди говорят, дашборд был, ты что, не знал, я говорю, я не знал, я просто реально не знал, я просто сидел, мне интересно только в Телеграм заходить, мне не интересно заходить на сторонние сайты, там еще что-то разбираться, у меня от Телеграма башка уже пухнет от этих таполок, куда мне дальше заходить, какой дашборд, ребята, вы что, а многие люди пишут, ой, дашборд, я знал, я то знал, то знал, но они не знали, что нужно прокачать до 10 уровня, сейчас сидят все, ноют, что, типа, ну, скам, вот говно, ну, типа, в чем логика, да, ну, типа, если ты заходишь, тогда разбирайся, будь предусмотрительным, те, говорят, разрабы, ты получишь за баланс, а уровень эти-то на хрена ввели, и вообще, зачем они сделали уровень, для красоты, чтобы ты маме показал, девушке показал, не знаю, сыну, внуку, там, я не знаю, своему, там, этому начальнику, там, или партнеру по работе, неважно, ну, уровень, ну, очевидно, понятно, что нужно будет его что-то делать, потому что я также в ноткоине, в ноткоине, помните, какие-то азбука морза какая-то появлялась, какая-то еще шляпа появлялась, ну, по факту, согласитесь, вот то же самое, этот, как их, ну, взять, допустим, игрушку какую-нибудь, мажор, мажор, да, может, знаете, сейчас я скидывал тоже в описании ее, такая, типа, популярная, классная, да, там заходишь, там нужно крутить спин, вот вам дали спин, ну, типа, ты его не крутишь, получил мало бонусов, мало токенов на листинге, сишь, обчираешь основателей проекта, ну, так и твоя задача зайти и спин крутить, чтобы ты получил больше звезд, ну, типа, что, это же сделаны все прокачки всех шифров, хомяки, табсвап и тогда сделано для того, чтобы мы получили больше токенов, правильно, просто где-то они прямолинейны, ну, просты, допустим, в исполнении, да, ты где-то заходишь, выполняешь, получаешь, ну, и дальше пошел, да, гоняешь там балду, а, соответственно, где-то они такие завуалированные, как в пиксельверсе, и так, и всех так нагнуло, и так огромное количество такое произошло у людей, которые негативно к этому настроены, что как это мы тут вот это не прокачали, а вы бы знали, вы тоже бы это прокачали, или вы бы знали, вы это не прокачали, у меня к вам вопрос, да, вот, чисто ответьте, если бы вы знали, что нужно это прокачать, вы бы реально участвовали каждый день в боях, вы бы реально бы хреначили друзей и так далее, ну, тогда просто вопрос к вам, конечно же, да, а чего, какого хрена, если появилась такая задача, почему мы это не прокачивали, ну, типа, здесь же нету ничего нового, здесь есть бои, да, прокачка ботов, покупка новых ботов, приглашение друзей, есть слева доход, есть справа баланс. Все, больше нихрена нету. И вот появляется уровень за сколько там, за неделю, за 10 дней, да. И типа мы такие сидим, что это такое, как кошка нового, знаете, когда приносишь щенка домой и кошка старая, которая живет там уже год, думает, что она такая прекрасная такая, что это тут такое мне принесли? Иди-ка ты в жопу и лапой его убьет примерно неделю. И вы такие же, мне кажется, да. Типа уровень, что это такое-то блин, это какая-то херня. Бац, листинг, бац, уровень подсчитал, 3-й, 5-й раздал, и понеслась лавина говна. Там такой Ниагарский водопад из говна. Я молчу, что у меня под видосами, я молчу, что у других под видосами вообще. Я молчу, что там в поддержке, в чате вообще этого Pixeliverse творится. Там вообще Twitter забанили, блин, эту, наверное, из-за этих, как их, из-за X, X, забанили от жалоб, жалоб людей. Так что, ребят, ну, очевидно, зашел в крипту, да, давай, как бы, ну, попроще ко всему относиться, да, не надо сейчас вот эту лить говно на один Pixeliverse. И все, и все. Некоторые собирают все таполки воедино и говорят, ой, если Pixeliverse так поступил, так все поступят так. И хамстер, вот увидишь, вот увидишь, вот Николай, вот увидишь ты там, охренеешь. Что мне охреневать, я не понимаю. Я записываю видосики чисто о том, что я знаю. Ну, плюс свое мнение, плюс иногда разборчики, как сейчас, да, мы немножко разбираем комменты, немножко разбираем позицию, Pixeliverse, этапы. Мы хотим понять, что будет дальше, мы хотим понять, стоит ли дальше играть, да, я там, что я вам, совет буду давать? Да нет, я уже давал советы, я уже сам разбирался в этой теме, да, я, соответственно, сам прохожу этот же с вами путь. Просто кто-то получше его проходит, кто-то похуже, кто-то говорит, что разрабы его обманули, да, он делал что-то другое, а кто-то вообще не парится, как я, потому что я не понимаю, я вообще не понимаю, я играю и играю. У меня нету какого-то там связи с разрабами, я не читаю каждый день 500 новостей про каждую таполку, но это просто чисто физически невозможно. И как Pixeliverse мне дал эти, вот эти штуки, единственное, да, я какой-то хайп, где-то помню месяц назад, прям эти, эти шорцы, шорты, да, ты, блядь, извиняюсь за мат, видел в ютубчике, очень много говорили, вот смотри, вот это качаю, вот это, вот это, я такой залип в это, немножко оценил, что говорят в основном блогеры и сделал вывод, ну, короче, реально сделал вывод, там доход 3-5, а потом, когда появился уровень, я легко это сделал, потому что я записывал видосик, и в этот же запись этого видосика я хотел снять, снять про Pixeliverse, я прям реально, вы можете найти его на ютубе, я прям захожу на уровень и такой, о, прикол, что такое, зачем это нужно и что это даст, и, короче, такой начал прокачивать, прям при вас, прям в видосике, хотя сам это первый раз встретил, и все, и начал, потом мне говорят, ой, а там столько-то боев проведи, а вот тут денежку заплати, а вот тут это баланс потратить, ну, я такой, а, ладно, ну, давайте все сделаю, ну, короче, сделал и все, как бы, ну, как бы так, я играю так, у меня нету какой-то позиции жесткой, что я кого-то слушаю и потом кого-то жду, а потом надеюсь, да мне что надеяться, я на себя надеюсь, я с авито зарабатываю, у меня там профиль, я делаю деньги конкретно на кожаных изделиях, я реально это и люблю, мне нравится, ну, просто таплки тут подвернулись, и понесся контент, и пошла жара, и жизнь новая, как бы, у меня, вот, так что здесь нет ничего удивительного, и вы тоже делаете так же, чтобы вас это не удивляло, да, ой, раздали много, ой, раздали мало, да скажите спасибо, что что-то, может, раздадут, и этого хватит, в принципе, да, а если ты в эту всю кухню не веришь, разуверился, да не пиши комменты, да тогда уходи отсюда, вообще уходи с ютуба на эту тему, уходи с телеграма на эту тему, удаляй все чаты, удаляй все, в ютубе там же есть вот эти, как это говорится, рекомендации, да, удали все эти рекомендации, создай другие рекомендации, не будет никакого, ни у тебя это, ни у меня, ни у кого, и будем жить радостно, одни будут развиваться в этих проектах, другие просто жить другой жизнью, и все, как бы, ну, все так, а почему-то все вечно всем хочется ожидания свои воплотить в реальность, и почему-то разрабы должны сейчас их очень сильно удивить, посмотрим, что будет через неделю, ребят, что я могу тут сказать, я не жду больших денег даже через неделю, что мне еще помимо этого десятого уровня, помимо этих пиксфаев, еще сверху насыпят что-то, реально я этого не жду, потому что, ну, о чем мне ждать, я не открою, каждый таполки не жду, о чем мне ждать, я просто делаю, я просто играю, я думаю, эта позиция лучше всего отображает всю действительность в этой теме, так что, думаю, видосик был для вас полезен, пусть он был и долгий, но зато это прикольный разбор, интересный, да, пишите, конечно, те, кто хочет писать говно, заколебали меня, я не особо вникаю, но иногда такой бред пишут, блин, то, то я там накосячил, то я всем накосячил, я всегда говорил, что я новичок, я всегда говорю, то, что я учусь, да, где-то терминология, да, где-то что-то я чего-то не знаю, потому что я сам в этой теме новичок, но у меня что-то получается, я на своем уровне делаю то, что могу делать на своем уровне, если бы я был экспертом в 10-летнем стажем, да, какой-нибудь, не знаю, допустим, эксперт, не знаю, стоматолог, психолог и плохо кому-то сделал зуб, я принимал бы эти отзывы, реально, что типа, о, как я так, я же такой эксперт, почему я сделал плохой зуб, а здесь, ну, типа, если бы я был экспертом в крипте с 10-ти, 5-ти, хотя бы с 3-х летним стажем, ну, тогда бы, да, может, было бы с меня спрашивать, у меня стаж вот буквально вот недавно я все начал это делать, особенно контент, тем более, да, и с этой терминологией, поэтому не судите строго, да, не сравнивайте меня с супер великими блогерами, которые знают все, потому что это, ну, это не очевидно, да, как в спортзале, как в фитнес-клубе, да, так далее, сравнивать то, кто пришел недавно, да, месяц-два, и тот, кто занимается уже 10-20 или 30 лет, ну, как бы так, да, с другой стороны, если хотите показать мне, как лучше, делайте сами, растите сами, да, а не только поливайте говном, потому что лично я не занимаюсь этим в интернете, и у меня, наверное, за последние полгода, год, наверное, ни одного плохого отзыва на ютубчике нету на любую тему, пусть это хоть политика, хоть это война, хоть это еще что-то, просто мне это неинтересно, я не хочу писать говно, а уж если кто-то сделал крутой там финт, крутой там сальтуху или что-то, вот я напишу красавчик, или какой-нибудь видосик снял хорошенький, длинный, да, я напишу, вот красавчик, мне понравилось там, про футбольчик что-нибудь, или там про жизнь какую-нибудь, да, ну, так надо относиться, так что, ребята, давайте, желаю заработать свой первый миллион на крипте, с вами был Криптомастер, пока!